Говорят, царь ненастоящий! Может быть, точнее, Петру Первому, наверное, слышали про подмену, да? Достоверности этого материала я не могу ручаться, но если логически порассуждать, я думаю, в этих текстах есть смысл. Да и дыма без огня не бывает. И, кстати, в процессе создания вообще другого видео я натыкался на статьи, которые как-то косвенно связаны с нашей историей Руси, а вернее с ее подменой, да? Ну, все мы, наверное, знаем, что историю писали немцы, это уже странно, то есть историю нашего государства пишут люди-иностранцы. Так вот, 10 доказательств того, что царь Петр был подменен самозванцем. Петр Первый был самозванцем, укравшим и посадившим в тюрьму настоящего русского царя. Именно к такому выводу пришли исследователи биографии правителя. История любой страны знает как минимум несколько мистификаций с лжеправителями правящих династий. Подобные заговоры с подменой представителей правящей династии или скрытием факта их смерти были выгодны серым кардиналам, закулисным политическим игрокам, имевшим огромное влияние на правителей или мечтавшим его обрести. В истории царской России самой очевидной подменой царя можно считать двойника Петра Первого, успешно правившего страной на протяжении долгих лет. Из исторических сведений нетрудно составить список прямых доказательств такой подмены. Возвращение Меншикова Первое. В 1697-1998 году Петр возглавил дипломатическую миссию под названием «Великое посольство», отправившуюся из России в Западную Европу. Вместе с ним в ней участвовали 20 дворян и 35 простолюдинов, из которых лишь Александр Меншиков остался жив. Всех остальных убили при невыясненных обстоятельствах, о которых Петр Первый отказывался говорить с приближенными и представителями духовенства до конца дней своих. Все эти люди хорошо знали царя в лицо и могли подтвердить, что вместо него в Россию вернулся совсем другой человек. Но хочу от себя добавить, если 54 человека погибло при невыясненных обстоятельствах, это уже очень странно, даже в то время. Второе. Чудесное преображение во время поездки. Умерших сторонников царя действительно трудно было бы убедить, что самозванец и их прежний правитель – это одно лицо. В доказательство версии о подмене можно сравнить два портрета, сделанные до отъезда Петра Первого и сразу после его возвращения на родину. Покидал страну он мужчиной, выглядевшим на 25-26 лет, с бородавкой под левым глазом и круглым лицом. Петр Первый был ростом выше среднего и достаточно плотной комплекции. В поездке с ним случилось странное превращение. Его рост вытянулся до 2 метров 4 сантиметров, он резко похудел и поменял форму лица. Мужчине на портрете, отсутствовавшему дома всего год, минимум лет 40 на вид. После его приезда многие иностранцы стали открыто говорить «Царь наш». Третье – отказ от семьи и война с сестрой. Конечно же, тому, кто подменил Петра Первого, мешали его родственники, способные узнать самозванца при первой же встрече. Сестра царя Софья Алексеевна имела опыт управления страной и сразу поняла, что Европа прислала замену ее брату, чтобы обладать влиянием на такую большую страну. Софья возглавила стрелецкий бунт, поскольку в рядах стрельцов было много ее единомышленников, успевших пообщаться с подменным царем и лично убедиться в том, что он не похож на Петра Первого. Бунт подавили княжью Софью, отправили в монастырь, а каждому человеку, решившему открыто рассказать о лжецаре, назначили физическое наказание и арест. Не менее жестко поступил новый Петр с женой, с женой того, за кого он себя выдавал. Евдокия Лопухина была едва ли не единственным человеком, которому царь доверял как себе. Во время Великого посольства он практически ежедневно переписывался с ней, но потом общение прекратилось. Вместо любящего мужа Евдокия увидела жесткого самозванца, который сразу после приезда отправил ее в монастырь и не удостоил ответом ни одну из ее многочисленных просьб раскрыть причины такого поступка. Петр Первый не стал слушать даже духовенство, которое ранее имело на него сильное влияние и было против заточения Евдокии. Четвертое. Плохая память на лица. Сестра Софья и Стрельцы не единственные, кого не узнал вернувшийся домой царь. Он не мог вспомнить лица других родственников и учителей, постоянно путался в именах и не помнил ни одной детали из прошлой жизни. Его сподвижники Лефорт и Гордон, а затем еще несколько влиятельных персон, настырно добивавшихся общения с царем, были убиты при странных обстоятельствах сразу после приезда. Любопытен и тот факт, что царь забыл после приезда о месте нахождения библиотеки Ивана Грозного, хотя координаты ее расположения передавались строго от царя к царю. Пятое. Узник железной маски. Сразу после отъезда Петра Первого из Европы в тюрьме Бастилии появился узник, настоящее имя которого было известно только королю Людвигу XIV. Насмотрщики называли его Михаэль. Это является отсылкой к русскому имени Петра Михайловича, которым представлялся царь в поездках, когда хотел остаться неузнанным. Железной маской его называли в народе, хотя маска, которую он был обречен носить до самой своей смерти, была бархатной. Вольтер писал, что он знает о том, кем является узник, но как настоящий француз он должен молчать. Внешность и комплекция узника идеально подпадала под внешность Петра Первого до отъезда в Европу. Вот что можно найти в записях начальника тюрьмы о таинственном узнике. Он был высокого роста, держался с достоинством, с ним было приказано обращаться как с человеком знатного происхождения. И это все. Он умер в 1703 году. После уничтожения тела комната была тщательно обыскана, а все следы его жизни уничтожены. Шестое. Резкая смена стиля одежды. С детства царь любил старорусскую одежду. Традиционные русские кафтаны он носил даже в самые жаркие дни, гордясь своим происхождением и всячески подчеркивая его. В Россию из Европы вернулся латинянин, запретивший шить для себя русскую одежду и ни разу более не надевший традиционные царские одеяния, несмотря на уговоры бояр и духовников. До самой смерти лже-петр носил исключительно европейскую одежду. Седьмое. Ненависть ко всему русскому. Неожиданно Петр I возненавидел не только русский стиль одежды, но и все, что было связано с родиной. Он стал плохо говорить и понимать по-русски, чем вызывал недоумение бояр на советах и светских приемах. Царь утверждал, что за год жизни в Европе забыл, как писать по-русски, решил отказаться от соблюдения постов, вопреки прежней набожности и не мог ничего вспомнить о всех науках, которые учили его как представителя российской высшей знати. Зато он приобрел навыки простого мастерового, считавшегося даже оскорбительными для царских особ. Восьмое. Странная болезнь. Царский лекарь не мог поверить своим глазам, когда после возвращения из долгой поездки правителя стали мучить регулярные приступы хронической, тропической лихорадки. Ею можно было заразиться путешествием только по южным морям, которые Петр I никогда и не видел. Великое посольство путешествовало северно-морским путем, поэтому возможность заражения была исключена. Девятое. Новая система боя. Если раньше царь строил планы о пеших завоеваниях, иконных сражениях, то Европа изменила его подход к самому процессу ведения войны. Никогда не видевший морских сражений, Петр продемонстрировал отличный опыт абордажных битв на воде, удививший всю военную знать. Его навыки боя, по письменным сведениям, имели особенности, приобрести которые можно, сражаясь на кораблях на протяжении многих лет. Для прежнего Петра I это было физически невозможно. Его детство и юность прошли на земле, не имевшей выхода к морям. Десятое. Смерть царевича Алексея Петровича. Царевич Алексей Петрович, старший сын Петра и Евдокии Лопухиной, перестал быть интересен лжеправителю, когда на свет появился его собственный сын. Новый Петр I стал вынуждать Алексея принять постриг, показывая недовольство одним только фактом его нахождения при дворе. Сына, в котором раньше он души не чаял. Алексей Петрович бежал в Польшу, из которой планировал отправиться в Бастилию. Возможно, он думал вызволить оттуда настоящего отца. Сторонники лжепетра перехватили его по дороге и пообещали, что по возвращению он займет престол при их поддержке. После приезда в Россию царевич был допрошен Петром и убит. Вот такая интересная статья. Есть ли в ней доля правды, я не знаю. Но вот любой из пунктов можете взять, и он вполне может являться доказательством того, что царь был ненастоящим. Хотя, конечно, это все могут быть вымыслы и слухи. Но решать вам. Что вы сами думаете, пишите в комментариях. А с вами был Владимир. Если тебе видео понравилось, тебе палец вверх. И если ты на меня не подписан, подписывайся. Пока, до следующих встреч. Я требую продолжения банкета.